Выставка называется «Кожаные У», и если быть более точным, то это кожаные ублюдки. Так называют людей, роботы популярных фильмов «Boston Dynamics». Это понятно для тех, кто бывает в интернете и смотрит фильмы про роботов. Это, конечно, сплошной мат. Когда мне сказал Андрей, что мы будем опираться на эту концепцию, я очень удивилась. Я сказала, можно как-то без мата, но это оказалось невозможно, и я согласна абсолютно. Люди, да, это кожаные ублюдки чаще всего. Но дело не в этом. У нас есть кожа, у нас есть тело, у нас есть что-то внутреннее, то есть ментальность или душа. Это все по-разному. Мы это охраняем, мы этим что-то демонстрируем. В большей степени, конечно, мы выражаем себя через костюм. Но мне было интересно, как Андрей сказал, что тело тоже может говорить. Вся выставка начиналась с цитаты Маруси Климовой «Почему люди так плохо используют костюм?» Ведь они могут подавать себя как угодно, пользуясь одеждой. И только лишь будучи голым, человек может раздеться только один раз, он может показать себя один раз. И мне это показалось очень интересным, но Андрей совершенно по-другому трактовал всю эту выставку. И мы вообще отошли от костюма, не считая моих платьев, которые я сделала в 99-м году. И эта коллекция называлась, их много, здесь только три – «Тело платья». Главный момент, который бы мне хотелось отметить, это восхитительность совершенно торсы петербургского знаменитого художника, невероятного, в общем-то, человека, который для академии и для петербургских художников сыграл большую роль. Это Андрей Пахомов. Андрей Пахомов, который вырастил фактически и Пушницкого, и Цхе, и Андрея Андреева, которые являются куратором этой выставки. Второй художник – это Сергей Бондарев. Сергей Бондарев тоже уже где-то 15 лет живет в Петербурге, хотя он родом из Екатеринбурга, и я его знаю именно по Екатеринбургу, потому что наша галерея была основана в 2013 году в Екатеринбурге. Но меня с ним связывает давнишняя дружба, профессиональная, можно сказать, тоже. Я работала дизайнером, а он, будучи 15-летним подростком, работал моделью на моих показах. Вот такая вот какая-то интересная связь. Хотя он имеет два художественных образования, только в 2013 году он вернулся к живописи. То есть обучение в советских вузах, ну в советских в кавычках, потому что уже они были не советские, приводит к тому, что художники отказываются от работать в области искусства и занимаются чем угодно. Он занимался очень много лет модой. И первую свою выставку он открыл, Сергей Бондарев, в 2013 году в Ирарте. И с тех пор он стал работать, и надо сказать, что он востребован везде, где угодно, на всей планете, только не в Петербурге. Это так странно. Конечно, его картины недешевые, он очень интересный художник. И здесь мы представляем его работы, сделанные в смешанной технике. И это работы, например, прямая печать на алюминии, или, можно сказать, зеркало. Фактически это зеркальный алюминий. Также представлена работа, которая на холсте сделана печать. И очень обильно она декорирована вышивкой поэтками. Это очень драгоценная работа. И надо сказать, что Сергей перфекционист. Он любит вокруг себя создавать красоту. И очень красивый человек для него. Мне было очень интересно и любопытно. Этой галереей мы в ней никогда не были, поэтому это наш первый визит в Антон Галери. Знаете, такая необычная выставка. Но кураторы постарались. Публика своеобразная. Как всегда, это тусовка, искусствоведы, художники и все остальные.